И теперь обо всем подробнее. Знак внимания и уважения героизму солдат Победы. В преддверии Дня столицы Кимобласти Ерек Султанов навестил участницу войны Валентина Устеменко. После Великой Отечественной она много лет проработала в сфере здравоохранения. Подробнее о боевом пути военного фельдшера в сюжете нашего корреспондента. В доме Валентины Устеменко ждут гостей, а пока есть время ветеран войны рассказывает о себе, о радостях и горестях, которые выпали на ее долю. Со слезами на глазах Валентина Петровна вспоминает первые дни на фронте. Сначала страшно было. Я посмотрела, когда подбитый танк, и видимо танкист хотел выбежать с этого танка, и он как повис, и он горел. Это для меня шок был, потому что я потеряла сознание. Это было в 44-м. 19-летняя Валентина только окончила Харьковское военное медицинское училище. Практиковаться фельдшеру пришлось уже на передовой. Но были приятные моменты, вспоминает ветеран. Именно в то время встретила будущего супруга, замкомандира артиллерийского полка Анатолия Устеменко. Он приходил какие-то несчастные, дать таблетку. А потом уже после войны стал чаще приходить в санитарную нашу часть. То дать ему ватки, то дать ему бинтик. Смотрел, думал, какой симпатичный парень. Ему было 23 года уже. После войны поженились, переехали в Северный Казахстан, вырастили и воспитали двоих сыновей. Родные навещают ее часто. А сегодня в преддверии Дня столицы в гости к ветерану войны пришел глава региона Ерик Султанов. Приехал, думаю, проведу Валентина Петровна. Спасибо вам. Спасибо. Как у вас дела? Как самочувствие? Да живу пока еще. Это здорово. Мы же в этом году юбиле отметим же. Готовимся? Нет, в сентябре. В сентябре я про это говорю. А дальше разговор о сельском хозяйстве и промышленности. Тема развития Северного Края Валентине Петровне всегда интересна. Ведь ради будущего родной страны они с боевыми товарищами в сороковых не жалели ни сил, ни собственных жизней. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова